здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел очень интересный вопрос почему бог скрывает от нас дату конца света по нескольким причинам во-первых любое пророчество о конце существования то или иного государства цивилизации или целой планеты оно динамично мы знаем в истории с неви что пророки она нес им весть об их скорейшей гибели и так оно должно было бы быть если бы они не раскаялись изменили образ жизни они раскаялись и дата суда отсрочилась да мы не знаем на карте мира сегодняшней карте мира такого государства как ассирийская империя и вавилон вавилонской уже нет но какое-то время они еще пожили пока не забыли данные обеты пока не стали снова жить так как до того как должны были погибнуть пророки он очень расстроился что теперь уже пророк что ли вот но нет потому что пророчество истинное пророчество оно всегда динамично оно не предсказание то что будет так то и так то их чтобы ты не делал будет так как бог сказал учитывать тебя сегодняшнего бог сказал тебе то что будет если ты дальше будешь жить так а если справишься то будет по-другому другой стороны бог то знает как будет вот то вне времени находится и знает как ты поступишь но когда пророчество находится в границах времени и пространство то оно вполне себе динамично таки с концом света если бы весь мир как неневия жил праведно изменился исправился жили по евангелию то еще до прихода антихриста до страшного суда до прихода спасителя оставалось бы много 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 времени ну судя по тому что как кажется многим экзегетам и библеистам апостол иоанн предполагал что речь идет о нейроне и о втором пришествии как событие которое будет осуществлено еще при его собственной жизни при жизни апостолов то мы видим что возможно уже тогда бог стал отодвигать конец мира на более поздние сроки надо сказать наверное нет ни одного поколения которое бы не считало что конец света будет при их жизни уж мы видим все и войны и разрушения и оскуднение любви в сердцах и проповедование евангелия чуть ли не по всему миру признаки есть в каждом поколении вот но люди меняются и она как отодвигается а может быть просто признаки которые ни к чему и не вели на самом деле умрем узнаем в конце концов и второй момент представьте себе если бы мы знали эту дату когда или дату своей собственной смерти если бы она была завтра может побежали в храм и исправляться раздавать имущество нищим и успеть покаяться и то не все кто-то бы ушел бы в загул или запой и какая была бы цена этой праведности да никакая из страха ты резко полюбил господа бога страх не то состояние души в котором стоило бы переходить вечность ибо в чем застанет господь в томе судит это такие опасные слова для нас но немалая часть людей просто была жила как представьте себе не завтра смерть а через 20 лет хо-хо-хо когда этом 1 апреля еду в мир иной 45 года и все живу как хочу делаю что творю жен меня и как перчатки люди обманываю граблю просто превращаю жизнь других людей в ад потому что если 1 числа умираю ну 31 ходу храм раскаюсь причащусь поли смерти по соборусь и все прямо в рай прямо в рай только ножки поднимай вот мир бы превратился бы в ад если бы мы знали дату своей смерти и дату страшного суда чтобы человечество планировала бы геополитику свою совсем иначе в долгосрочной перспективе надеюсь на ближайшие на ближайший апокалипсис туда бы спокойно бы уничтожили бы другие государства конкурирующие а что все равно там жить осталось 20 лет так хоть поживем ради себя мне кажется мир испепелил бы себя в течение суток если бы мы узнали дату конца мира вот основываясь на том что уже если мы знаем наверняка когда все погибнут мы будем жить весело и роскошно только для себя а других пусть не будет это бы мог подтолкнуло бы на крайне непопулярные решения сейчас какое-то сдерживание есть а так бы месь мир в ядерной зиме погиб бы наверное бы завтра же так что уж если господь этой даты не говорит то значит таки надо это и нам не полезно и повторюсь она может быть вполне себе динамичной будем жить так чтобы эта дата отодвигалась чтобы оставалось на земле еще как можно больше людей которые будут молиться о нас чтобы церковь христова наполнялась и чтобы люди жили превращая пространство руку к себя филиал царства божьего на земле а не филиал а да помоги все на господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а 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 Продолжение следует...